Нальчик, Калейдоскоп В сегодняшнем выпуске вы увидите премьеру фильма Сергея Акопова «Мелодии лозы. Путешествие по Грузии», а завершит эфир передача из цикла «О времени и о себе» Алихан Мулаев. Надеемся, что эти телевизионные материалы вызовут у вас интерес. Оставайтесь с нами и смотрите Калейдоскоп. Грузия – страна с древней историей, уникальной природой и, неунывающим, очень гостеприимным народом. Этим утром в Пассанауре меня, кажется, приняли за англичанина. Неважно. Главная поездка начинается. Тепло и весело. Едем по военно-грузинской дороге. Первой нас встречает крепость Ананури. Пятый век она охраняет страну от супостатов. Дальше наша дорога лежит в Кахетию. Можно было проехать и по асфальту через Гомборгский перевал, но мы не ищем легких путей. Одни названия Кахетинских сел вызывают сладостную дрожь у настоящих ценителей вина. В Телаве его прославили два исторических деятеля – царь Ираклий II и летчик Мимино. Царь сделал первый шаг в сторону России, а летчик довершил начатое. Третья знаменитость города – Платан, ему 900 лет. Библейский Мефусоил был постарше, но у Платана еще все впереди. Первый винный тур начинаем с элитной винодельни Шуми. Шуми по-грузински – чистое, неразбавленное вино. Здесь под открытым небом все, что нужно было грузинскому крестьянину для производства вина, чачи и выпечки ароматных лавашей. В подвалах ряды отверстий для квеври – огромных глиняных кувшинов, используемых в традиционной грузинской технологии виноделя. А в бесчисленных дубовых бочках доходит до кондиции драгоценная кровь кахетинской лозы – цинандали, мукузани, кинзмараули. Но переходим от теории к практике. Дегустируем четыре марки – муцвани, киси, мукузани и кинзмараули. За этим деревянным столом становится ясно, чем традиционная грузинская технология отличается от европейской. Вино, сброженное в квеври, терпкое, тонинное, будоражащее. Европейское – спокойное, с более тонким ароматом. Какое лучше? Ну, тут, как говорится, на вкус и цвет все фломастеры разные. Вот что просто должно быть у правильного вина, так это так называемые ножки или слезы, стекающие по стенкам бокала после взбалтывания. Провожает нас символ компании – грифон. По легенде, именно он подарил людям лозу. Спасибо ему за это. А песик у винодельня – за веселую сценку на прощание. Рядом с Шуми – дом-музей воина, мецената и винодела Александра Чавчавадзе. Его дочь была замужем за Грибоедовым, а в усадьбе гостили Пушкин, Лермонтов, Адоевский, Дюма. Есть в Кахетии город любви – Сигнахи. Здесь особенно рады приезжим. Наверное, поэтому городок прямо кишит туристами. Говорят, именно здесь Нико Перасмани усыпал миллионом алых роз площадь перед гостиницей, где ночевала его любовь – французская актриса Марго де Север. А в паре километров от Сигнахи – монастырь Бодбе. Здесь нашла свой покой святая Нино, принесшая в Грузию православную веру. Отсюда, как из любой другой точки города, открывается чудесный вид на Лозанскую долину. Субтитры создавал DimaTorzok По дороге в Кварели видна крепость Греми, точнее, оставшийся от нее Архангельский собор. Просвещеннейший шах Аббас в XVII веке просто стер столицу Кахетии с лица земли. Грустно. А еще шах. Немного дальше, на лесистой горе, монастырь Некреси смотрит на Лозанскую долину. Его основал святой Авиф, или по-грузински Або, один из 13 последователей Семена Столпника, прибывших в Грузию из Сирии в VI веке. В храме монастыря, посвященном Деве Марии, Сохранились фрески VIII века. А рядом, в своеобразной гробнице, пылятся останки грузинских князей. Есть при монастыре Емаране винный погреб с отверстиями для ковшинов квеври. В Кварели не делает вино только ленивой. Но, пожалуй, самая старая и известная винодельня – корпорация Кинзмараули. Место достаточно раскрученное и популярное у туристов. Но, если приехать, как мы, к закрытию, можно спокойно погулять по обширной территории, спуститься в подвалы, подышать воздухом, напитанным винными парами. А то и потешит самолюбие, оставив в именной ячейке купленное здесь же вино. Так хотелось задержаться в чудесном крае. Мы же родом из СССР. План, закон, выполнение долг. Едем на юг страны, в край Санцхеджевахети. И первая остановка в крепости Рабат, хранящей покой города Ахалцихи. Построили крепость турки, отобрали ее у них русские, а отреставрировали грузины в неоднозначную эпоху Мишико. Говорят, после реставрации крепость потеряла самобытность, но теперь в ней просто приятно прогуляться. Или даже пожить в гостинице, прямо на крепостном дворе. В 80 километрах от Ахалцихи лежит Вардзия, монастырский комплекс, полностью высеченный в скале. В нем более 600 помещений, церквей, келий, кладовых. Центр комплекса – храм Успения Богородицы. В нем сохранились фрески, изображающие царей Золотого века Грузии, Георгия Третьего и его дочь, великую царицу Тамару, при которых и был построен монастырь. Помещения соединяют пробитые в монолите туннели, пройти по которым удается, только смиренно скрючившись. Субтитры создавал DimaTorzok Возле некогда всесоюзной здравницы Цхалтуба советские археологи в 80-е откопали вход в таинственную пещеру и, как водилось в те застойные годы, закрыли ее для народа. Но сегодня, благодаря бархатной революции и немецкой цветомузыке, пещерой любоваться может любой желающий. Гиды рассказывают историю о прикованном здесь первом диссиденте Прометеи, бросившем вызов командно-административному Олимпу. Богоборца с началом демократических преобразований, видимо, отпустили на волю, но в пещере еще есть на что посмотреть. Причудливые сталактиты, сталагмиты и даже сталагматы – это то, что бывает после слияния первых двух. На западе Грузии, в Эмеретии, природа и вера создали удивительное сооружение – каменный столб с маленькой церквушкой на вершине. Трижды в неделю на вершину столпа поднимается по лестнице и служит литургию священник – отец Максим. Церковь новая, но следы первого храма, обнаруженного в 40-е годы прошлого столетия, относят к VI веку. Как в те времена человек смог подняться на такую высоту? Загадка. Останки первого отшельника, найденные на вершине, захоронены у подножия столпа Кацхи. Так по названию соседней деревушки называют это место. А внизу еще один храм – Симеона Столпника. Уединенное, тихое, святое место. Здесь и прощаемся. А лучше говорим «До свидания, Крузия». Симеона Столпника. Здравствуйте. У нас цикловая передача о времени и о себе. И сегодня в нашей гостиной заслуженный артист КБА СССР Алихан Мулаев. Замечательный исполнитель народных песен. А еще он 22 года проработал в государственном академическом ансамбле танца «Кабардинка». Был солистом этого ансамбля. И, конечно, есть что вспомнить Алихану, есть что рассказать. Ну и еще такой нюанс – он племянник народного артиста Кабардино-Балкарской республики, лауреата государственной премии Баразби Мулаева. Алихан, я рад, что ты откликнулся на нашу просьбу принять участие в этой передаче. И вот такая яркая судьба у тебя, которая говорит о твоей любви к народному танцу, к народной песне, наверное, она сопровождает тебя всю жизнь. Да, конечно. Когда ты начал танцевать и когда ты начал петь? Вот первый вопрос. Эта любовь, наверное, началась, взяла она на основу где-то в детстве, потому что в детстве я очень любил танцевать, хоть и не умел танцевать, но любил. Я любил слушать те времена еще, когда мне было где-то лет 10, 12, 13, «Хождало Кунижева», старинные песни. Когда они с Зарамуком Кардаушевым перекликались этими песнями, мне это было непонятно, как любому ребенку. Но это мне нравилось, когда я так хотел быть таким, как они. И петь начал в детстве тоже, да? Ну, в детстве я пел, поэтому я хотел быть похожим, особенно на «Хождало Кунижева», а танцевать вообще у меня в мыслях не было. После школу поступил по направлению терский сельскохозяйственный техникум. Там стал учиться, месяца два проучился, там начал танцевать. И меня взяли сюда в строительный техникум, это второе училище было тогда. Когда меня туда взяли, я танцевал, в техникум меня забрали, и в училище стал танцевать. И дом правтехобразований был, тогда мы его называли. И потом туда к Хаширу Дашуеву повели, и там стал танцевать и учиться. Хашир Хакешич мощный мастер был, великолепный балетмейстер и человечище, огромной души. Этот симпатичный мужчина был еще балетмейстером в Кабаринке. И так началась моя дорога. Я не доучился, диплом не получил, и сразу в это в Кабаринку забрали. А как, увидели, наверное, тебя в танце, да? Ну, тогда же у нас... Кто тебе предложил Кабардинку? Тогда проводились каждый год конкурсы по искусству, по фольклору, между правтехобразованием. И мы там выступали почти каждый год, мы занимали первое место, поэтому нас несколько человек записали с того училища, пять человек записали, и один остался. Когда попал ты в Кабардинку, там, конечно, Мутай-Ульбашев. А, честно говоря, за мной три раза приходили, я, никак не смогли уговорить меня. Не хотел идти, да? Не то, что не хотел, мне надо было экзамены сдавать на диплом, поэтому... И потом, когда обругали меня из-за тебя, там, пацанам нас отсюда гоняют, уже третий раз, тебе не стыдно? Это слово меня очень задевало, я не хотел, чтобы мне было стыдно. Я пошел в Кабардинку и не вернулся в училище. Ну, расскажи, в Кабардинке трудно, наверное, было, да, поначалу? Ну, Женя, в Кабардинке... Тогда, конечно, я деревенский парень. То, что танцевал в самодеятельности, и то, что попал сразу в профессиональный коллектив, слишком этот большой разрыв, большая перемена. Это 69-й год был, да? Это 69-й год, да. Мне 17 лет было. Честно говоря, мне так радостно было, что все говорили, будешь танцевать с нами, будешь танцевать. Чего ты будешь танцором? Я не понимал, что еще что, выше можно стать. Пацан же ты не... Я же далек был от этих. Ну, и кто тебя опекал, кто помогал? С самых, я не скажу, первых дней, с самого первого месяца взялся за меня Мухаммед Аллакаев. Мухаммед Аллакаев почти родом за второго джигема, там же Аллакаев уже был. То есть, земляки. Да, почти земляки. Я этого не знал, во-первых. Во-вторых, думал, почему он за меня взялся, может, я плохой такой. Естественно. И я ему рад, Женя. Я ему благодарен. И по жизни вовек буду благодарен ему. Ну, он тебя тоже очень любит. Насколько я знаю. Тогда еще, знаешь, что хорошо было? Я там год протанцевал в 69-м году. И в 70-м году меня забрали в армию. А армия в стаж работы входила тогда. Да, да, да. Тогда очень хорошо было. И после армии опять вернулся туда и доработал. В армии не танцевал? В армии не приходилось. Не довелось, да? Не попал я. Не приходилось. Это, конечно, большой перерыв. Самый такой разгар, самый такой, когда надо было заниматься, когда можно было расти. Я эти два года потерял. Ну, что-то нагонял, нагнал, наверное, уже. Ну, и, конечно, гастроли, кабардинки. Наверное, во многих странах довелось побывать. Впечатления об этих поездках. В 72-м году я вернулся с армии. И сразу поехали в Австралию. Ну, со 2-го Чигема сразу в Австралию. Попасть это до меня было. Выше пилотаж. Попасть нас летит, да. Это была моя первая поездка в Австралию. Это незабываемые гастроли были. Это незабываемые впечатления. Ну, как воспринимали-то? О, для этого, наверное, специальное время нужно, чтобы это все рассказать. Во всем рассказать. О каждой стране, о каждых этих концертах, о каждых успехах рассказывать, Женя. Это год, наверное, и притом каждый день надо, наверное, работать, записывать, чтобы это рассказать. Я знаю, что вот Кабардинка в то время гремела по всему миру. Вот эти гастроли в Африке, в Латинской Америке, в Австралии, потом в Европе. То есть, успех грандиознейший был. Да, конечно. Нам, наверное, в какой-то степени повезло, Женя, что мы тогда родились. И тогда Советский Союз был, и все строго было. Надо было работать, надо было добиваться, надо было не болтать. Ты же сам помнишь. Но нам повезло, конечно, тогдашнему составу, и те, которые постарше меня, и некоторые помладше меня, которые поступили туда. Ну, все континенты, почти весь мир объездили. Мы, наверное, счастливые люди. Конечно, вы больше видели сцену, чем страну. Страну, поскольку, конечно, были какие-то приемы, какие-то поездки, какой-то отдых. Но это все краткосрочно. Насчет приемов, Женя, мы были в Доминиканской республике, здесь, где у нас с Советским Союзом, с этой страной не было никаких связей дипломатических. Никарагуа были, где у нас не было никаких отношений дипломатических. И мы посетили эти страны. И нас принимали президенты этих республик. К сожалению, у меня фотографий нет. У наших ребят, у многих, наверное, сохранились эти фотографии. Я помню, когда нас принимали эти президенты, когда мы посетили эти резиденции. Мы тогда очень загруженно работали. В субботу и в воскресенье по два концерта, а понедельник у нас выходной. А остальные дни все, каждый день концерты. Работали. И как раз понедельник, понедельник, рабочий день у всего мира. Они пригласили нас. Тогда еще в Никарагуа был режим самосы, если ты помнишь. Они считали, что это фашистская система. Мы посетили эту страну. Это незабываемо было, Женя. Мы еще были горды от того, что у нас не было Советским Союзом этих отношений дипломатических, что мы первые начинатели. Честно говоря, мы гордо ходили. — Ну да, во всяком случае, вы дали какое-то понятие о том, какие люди живут в нашей стране. И, конечно, у вас замечательные, красивые танцы. Вот в фильмах-концертах, которые снимал Владимир Халидович и Ирина Мартиросова, там блистает кабардинка как раз того времени, в которых ты танцевал. — Сколько я помню с 1969 года, сколько нас снимали на телевидении, какие съемки бы не были, все снимали Владимир Вороков и Мартиросова. КОНЕЦ 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 Продолжение следует... Век танцора не долг, да, потому что, ну, даже по закону, на пенсию раньше артисты балета уходят, но ты, по-моему, переработал немножко, да? Ну да, я немножко годика, не два, где-то полтора года переработал, пришлось переработать, тогда же хорошо было, на очереди стоишь за квартирой, дождался все-таки квартиры. Ну, честно говоря, хорошо было тогда, и квартиру давали, как через сито пропускают, то, что пропустили через сито, опять пропускают, чтобы звание давать, если это так условно... Не так просто, да. Конечно, это не так просто. Я помню, три раза на меня подавали, на третий раз поучил, а так я в других танцах солировал. Честно говоря, и очень приятно, со всеми ведущими танцовщицами мне приходилось танцевать, я это с удовольствием вспоминаю. Ну, с кем конкретно можешь сказать, с кем конкретно? Сейчас скажу. Фаля Мисакова, Светлана Асаева, Надя Бжинникова, Людмила Корежева. Конечно, Корежева тогда, тогда она блистала даже, Зарат Захмышева, вот эти основные партнерши, с которыми мне приходилось танцевать. Я пацан, а Людмила Корежева состоявшаяся танцовщица, там, Лизара состоявшаяся. И приятно, подтягиваешься, когда с ними танцуешь, подтягиваешься. Когда заменяешь Дзахмышева Королеви или Мухаммеда Алакаева, конечно, хочешь, чем хочешь, надо подтягиваться. И за эти двадцать, почти два года, то, что я танцевал со второго очага на езде, ни разу, ни на минуту не опоздал. Не опоздал. Обычно те, кто ближе живут, те опаздывают. Это известная практика. Эти ребята были подкованы, они ближе к городу, они в городе жили, они многое знали. Нам сказали, что обязаны выполнять, мы так думали. Алихан, вот я хочу, чтобы мы сегодня вспомнили Боразби Мулаева, твоего дядю. На мой взгляд, это гениальный артист был, великолепный поэт. Вообще, он талантлив был во многих отношениях, он рисовал неплохо. И еще, я когда был у него в доме, заметил его, ну, не любовь, что ли, он собирал кулинарные книги. Очень много у него кулинарных книг было. И я говорю, Боразби, зачем тебе, ты сам готовишь? Ну, сейчас, говорит, не готовлю, но я вот так почитаю эти рецепты. И как будто бы покушал, говорит. Он вообще юморист был. А стихи, конечно, замечательные. Расскажи о нем, ну, немножко. Знаешь, с такими людьми очень легко, интересно. У меня дочка старшая, она меня часто просила, чтобы я ее отводил в драматический театр Шогенцукова. Ей интересно было, ей хотелось слушать, как они между собой разговаривают, как они размышляют. Ну, вообще, артисты, это очень интересно надо, с ними никогда не скучно. И такой же был Боразби наш. У него есть стихи про Кайсыни Кулиевы. Это, я думаю, что это шедевр. Он очень любил Чиги, насколько я помню. Говорит, у меня там участок есть. Ну, никак его не облагорожу. У нас во втором Чиге земельные участки раздавали, и там бугорок, какой там бугорок, там это целый этот. Я смотрю, кто-то там стоит наверху. Издалека я его узнал. Я сказал, если там кто-то стоит, то обязательно Боразби, наверное. Вот такие люди только на таких высотах, на таких пейзажах может стоять. Подехали как раз он. Я говорю, Боразби, что стоишь здесь? Я говорю, вот участок получаю. Я говорю, почему именно здесь? Я хочу, говорит, чтобы не отдыхали, чтобы я сюда поднимался и любовался природой. Да, чтобы видел с высоты. Чтобы любовался природой, говорит. Я люблю сельскую жизнь. Всю жизнь я мечтал о куске земли, о маленьком домике. У меня есть кусок земли. Опять я дома. Вот тогда, вокруг снуют хлопоча куры. Старик, петух, как тамада, сердито думает. Вот дуры. Ленивый пес махнул хвостом. Его завидев, замер кот. И спит братишка под кустом, разрисовав малиной рот. Вдали от дома, помнят дом, Еще я многое увижу. Но дай мне, Боже, и потом себя вернуть под эту крышу. Вернуть в село под тень ореха, Под это небо с холодком, Под все, что я всегда без смеха, Зову родным материком. Он любил Чигем, очень любил стихи у него. О Чигеме тоже. А еще он любил Нальчик. У него есть стихи, как «Наши во время войны освободили Нальчик». Это тоже замечательные вещи. Ну вот, что у него в стихах хорошо, Что он читает, и видишь как бы то, о чем он читает. Он же артист был, и великолепно декламировал свои стихи. Мы часто думаем о ней, И о себе не реже тоже, Но ближе думы и родней, И ночь бессонная дороже, Когда мы думаем о ней. Она в груди. И вот вопрос. Так что есть Родина, Причал, Земля и дом, в котором рос, Или начало всех начал? Я помню Нальчик в 43-м, И Ваське Рыжего подвал, Куда влетев перед рассветом, Я Ваське «Наши» проорал. Он мне поверил сразу, Сходу, И мы рванули наугад Через окоп, Через подводу, Через забитый снегом сад. Мы с ним летели, Как бежали, В объятиях бились, Путались в ногах, И что-то взрослое Мы грозно пели Кусочки сакара, Держа в руках. Так что есть Родина, Причал Или начало всех начал? Шли наши, Шли и улыбались, А мы, продрогшие, В рукав сморкались, Рыдали женщины, Не пряча глаз, Девчонки лезли на плетень, Я это видел только раз, А вспоминаю каждый день. Так что есть Родина, Причал Или начало всех начал? Редактор субтитров А.Семкин 16 лет назад, Мне было 50 лет, И у меня на юбилей, Он тоже был присутствовал, Этот вечер в клубе проводил Валентин Камергоев. А, Валя. Он же умеет. Конечно, конечно. Проводили. Я, честно говоря, Не знал, что его пригласили. Я хотел, чтобы пригласили Баразби, Ну, он в городе, По каким-то причинам, Если его нет, То ли где-то на съемках, Или... Да. Ну, его пригласили. И когда Камергоев пригласил Его на сцену, Я думал только я, Что я его приветствую, Весь зал, Что я приветствовала его. У меня слезы навернулись В глазах. И он поднялся, Пожелал, И он мне Дал фотографию, По-моему, Это один из первых фильмов, Олег Адумдич. А, он тоже... Совместно Советский Союз И Югославия Семенович Семенович Он там снимался, Эту фотографию он подарил. Он знаешь, Чем гордился В этом фильме? Что он Одну или две фразы По-кабардински Сказал. Он Луков режиссер был Знаменитый, Который два бойца Снял. Да, да, да. И он У него попросил, Можно я на кабардинском языке Скажу, И тот ему разрешил. И вот Все ходили В кинотеатр Победы Чтобы посмотреть И услышать Эту фразу На кабардинском языке. Да, чтобы послушать Эти две фразы На кабардинском языке. Да, да. И, конечно же, Он блистал Вот в фильме Лавина с горы Это что-то было. Лавина с гор Женя, я помню Еще Со всем Юнцом Он Подъезжал К нам К нам К моему отцу У меня Отец Держал лошадь Он должен Сниматься В массовке Он ему говорил Смотри Не опоздай И не пропускай Ну, там В массовке он должен Учаться Не пропускай И сам Борисби Уезжал на съемки И этот фильм Снимали Я помню Я помню С нашей улицы Сколько там Этих На лошадях Уезжали Подтянуто В этих национальных Костюмах Ну, я так Это очень хорошо помню Ну, и, конечно Вот он Гордился тем Что Князей Очень много Сыграл В кино И действительно Он У Ростоцкого Когда снимался В Белле Там Князя Играл Вот В осетинских Фильмах Очень много Таких исторических Кадров Где он Князей Играл Таким Ну, в нем Что-то было Такое Породистое Да Вот идет Малаев По улице И сразу видно Что идет Народный артист Малаев Он мне Он рассказывал Там на сцене Когда Мне 50 лет Отмечали Он на сцене Рассказывал Помнишь Ты мне говорил У нас Говорит У нас Говорит Как Такие Корни Говорит Таланты Говорит Талантливые Корни Говорит Сильные Корни Говорит И, конечно Его Роль В искусстве Киноискусстве Ну, больше По-моему 25 фильмов Он снялся Если не больше Если не больше Это был Постоянный фильм До последнего Вот ждал Что Позвонят Пригласят Куда-то Сняться Он хотел сниматься И, кстати Через Наверное Десяток лет Это Ему Дали Государственную Премию Дагестана Дагестана Да Мы ездили Во Владикавказ В Северную Осетию И там Ему Передали Эту премию Режиссер Фильма В котором Он снимался Я не помню Сейчас название Фильма Рафик Гаспарянц Вот ему Передал Государственную Премию Республики Дагестан И он Очень гордился Этим Он Женя Все ценил То, что Ему давали Там Звание Премия Этот Даже Ценил Гордился Тем, что Его Приглашали На эти съемки Ну что ж Светлая память Боразби Мы его Помним И, конечно же Он останется Вот в своих Фильмах В которых Он снялся И будут Звучать его Стихи Я надеюсь Это Наверное Вечно останется Останутся Эти фильмы Ну давай Мы немножко Отвлеклись От теми Это Время Мы не могли О Боразби Не вспомнить Сегодня Нельзя Проходить Нельзя Забывать Конечно Я хочу Теперь О твоей Песенной Карьере Чтобы ты Рассказал Ну Закончилась Карьера В Кабардинке И ты Ушел В Чигемские Водопады Да Так Наверное Или Меня Когда Ушел На пенсию У меня В Чигемские Водопады Руководство Целая Деревянца Подъехала Приехала И Приложили Меня туда Работать Ну Они не знают Что я пою Что я люблю Петь Вот здесь Какая-то Какая-то Подоград А вот Это Наше первое Посещение В Иордании Посмотрите Здесь Втроем Поем Котзов Михаил На гармошке Играет Это где-то Сейчас я скажу Какие воды Это Восьмидесятые Годы Мы там Пели Я Тогда С радостью Пел Эти ребята Мурат Едгулов Руслан Дыжеков Аладдин Думали Что мы пели И По-моему Неплохо Пели И Приложили На этот В этот Чигемские Водопады Я с ними Запел Водопады Водопады Мурат Водопады Неплохо Мурат Мурат Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» У тебя хороший голос, вот именно народные песни в твоем исполнении, они звучат очень интересно. Это здорово, что вы стараетесь те обычаи, те традиции, тот фольклор, который собирали по крупицам, передать следующим поколениям. «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Как мы держались друг за друга Я помню даже такой случай Руслана Алоевна Как-то обжегся он Его отвезли в больницу Его отвезли в больницу Когда я на этих наших ребят и девочек посмотрел Девочки естественно и плакали Некоторые ребята наши плакали Ну сколько мы 20 лет, 22 года, 21 Вместе, вместе кушали с одного С одной миски, с одного котла Как говорится И я думаю каждый который танцевал в Кабардинке С благодарностью вспоминает Благодарен будет этой судьбе Володя Уроков знает Как мы дышали, чем мы дышали Как мы танцевали, как мы трудились Сколько потов мы проливали Все наши отношения Все закулисные наши отношения Вороков знает Спасибо Ворокову Спасибо Кабардинке Останется в нашей истории Наши следы Причем здесь Самые прекрасные следы И хотел бы обратиться Повспользоваться Женя Сохранить Сохранить Кабардинку Если нет подпорки Плечо подставьте Я присоединюсь Я прошу Я обращаюсь Даже к руководству Республики Это наше лицо Это Наша культура Это наш родной Академический ансамбль Я думаю, что ни у кого рука не поднимется На то, чтобы разрушить Кабардинку И с поколения в поколение Конечно, искусство не стоит на месте Что-то меняется И меняется И форма И содержание И рисунок танца Но Вот Та Стать Кавказца Та вот грация кавказской Девушки Которая выходит на сцену Вот это Сразу Ну, язык танца Сразу понятен Да? Что из себя представляет народ Конечно же И Его темперамент Его дух Его гордость Его осанка Вот это все Есть в Кабардинке Сейчас надо помогать им Пусть хотя бы Немножко поднимут зарплату Ну, это актуально Это актуально Женя, понимаешь? Конечно Это национальное искусство Это гордость народа Это лицо народа К сожалению Искусство У нас оплачивается По остаточному принципу Это было и в советские времена И сейчас продолжается Но я думаю В национальных республиках Это должно быть лицо народа И его надо поддерживать Алихан Я хочу поблагодарить тебя За интересную беседу О многом мы вспомнили Многое было интересное С тобой рассказано Рассказанного И я с удовольствием послушал тебя И окунулся вот в ту жизнь Которую ты прожил И на сцене И сейчас вот Будучи директором Дома культуры Я хочу пожелать тебе Здоровья Успехов В твоем нелегком труде По воспитанию детишек И чтобы все у тебя было хорошо ПЕСНЯ 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 Наш эфир завершен. Берегите себя. Всего вам доброго. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА